Привет! В эфире «Утро на Белгород-24». Для нашей программы мы стараемся выбирать темы, которые приурочены к какому-либо празднику. И сегодня мы поговорим о беспородных собаках, ведь 31 июля их праздник. В Белгороде есть несколько мест, куда принимают собачек и стараются создать максимально комфортные условия для их проживания. Одно из таких мест – это пансионат по отлову и временному содержанию безнадзорных животных. Сегодня у нас в гостях Нина Лобанова, начальник этого пансионата. Нина, здравствуйте! Здравствуйте! Когда мы приехали к вам, я назвала по ошибке пансионат приютом. Вы сказали, что это не так. Объясните, в чем разница между пансионатом и приютом? В приюте принимаются животные от населения. Мы же занимаемся отловом безнадзорных собачек, которые броят непосредственно по улицам города Белгорода. В этом и разница. К вам привезли собаку. Она напуганная, она голодная, она злая. Как вы их к себе приручаете? Все это происходит со временем. Некоторым животным нужно больше времени, некоторым меньше. Все зависит от того, насколько хорошо или плохо обращались с этим животным. Мы же не знаем его предыдущую судьбу. Мы не знаем, где оно жило, как оно жило. То есть это включает очень много факторов. И со временем рабочие пансионата, они стараются как можно чаще общаться с таким животным. Конечно, никто не забывает о технике безопасности и стараемся все это делать как можно аккуратнее. Но любовь и ласка, забота, они все дают свои плоды. И со временем животные привыкают и понимают, что для них нет никакой угрозы. И они раскрепощаются и начинают опять постепенно доверять людям. В вашем пансионате около сотни собак. Кто за ними ухаживает? У нас есть рабочие по уходу за животными, которые находятся непосредственно на своем рабочем месте практически постоянно. Они дежурят сутками, они занимаются кормежкой животных, они занимаются уборкой вольеров, они занимаются выгулом животных. Если собачка заболела, что в таком случае? Их кто-то осматривает? Да, конечно. У нас есть ветеринарный врач, который проводит ежедневный осмотр нашего поголовья. Это входит в ее обязанности. Она проводит лечение, вакцинацию. Также, если какому-либо животному необходима медицинская помощь, то она проводит лечение. Как часто вы кормите собак? В летнее время, сейчас, когда на улице жара, животные кушают меньше, потому что жарко просто не хочется. Поэтому большинству из наших питомцев хватает одного раза в сутки. Но также есть собаки, которые истощенные, щеночки. Они, конечно, кормятся в зависимости от потребностей. Два, либо три-четыре раза в день. Совсем недавно мы посетили пансионат и познакомились с четвероногими питомцами. Давайте посмотрим на них. Обычно в пансионате по отлову и временному содержанию безнадзорных животных тихо. Но сегодня собаки лаяли как никогда. Наверное, учуяли запах чужаков, ведь гости к ним заходят редко. Собачки худые, они больные. Ну, сами понимаете. Никто их не кормил, никто за ними не ухаживал. Соответственно, прежде чем провести какие-либо манипуляции, мероприятия с животным, нам необходимо привести их в должный вид. То есть мы их откармливаем, мы их лечим. Потом в дальнейшем мы их вакцинируем, стерилизуем, крепим яркую бирочку и должны выпустить в естественную среду вместо отловия. В зимних и летних вольерах живет 91 собака. И за каждой нужен уход. Летом сотрудник пансионата кормит их один раз в день. На это уходит 2 или 3 часа. В пансионате есть кухня. Обычное лакомство питомцев – каша на мясном бульоне. Стараемся летом, конечно, переводить всех в летние вольеры. Там все-таки покомфортнее. Но все равно, так как собак много, то и там, и там. Такая симпатяга, и сидит в клетке. Домашняя собака, которую выбросил хозяин, боится людей и становится агрессивной. Ей непросто привыкнуть к вольерной жизни. Не бойся. Это не проблема. Хорошо. Нина Борисовна, расскажите историю этой собаки. Она к нам попала весной. Ее привезли косари. Кота косили в городе, в центре города. Откуда она там взялась, неизвестно. История умалчивает. Но была она в очень плачевном состоянии. Марго, так назвали ее в пансионате, была очень худая. Ее желудок долгое время не принимал пищу. Скорее всего, прежние хозяева эксплуатировали Марго для разведения щенков. И не особо заботились о здоровье собаки. Она перестала приводить потомство, и ее выгнали на улицу. Она не озлобилась на людей. Она до сих пор доверяет. Она просит, чтобы ее погладили, почесали. Она очень тянется к людям. Но вот все-таки это внешнее физическое ее состояние, оно отталкивает людей, потому что собака сам не боится. Все хотят здоровое себе животное, но кто не хочет возиться. Это заметно не сразу. Но за этими неухоженными, несимпатичными мордашками прячется ласковое и преданное сердце. Каждая собака заслуживает дом. И очень ждет, когда за ней придет новый хозяин. Нина, расскажите про Джека. Ведь он попал к вам в пансионат совсем недавно. Да, это наш новый питомец. И попал он к нам очень странным путем, потому что мы просто с утра приехали на работу, а у нас по территории бегает собака. Ну, непосредственно на территории собачника, а просто рядом, грубо говоря. У него был ошейник. На ошейнике было ручкой написано «Джек». Поэтому мы знаем, как его зовут. И видно было, что собака потерянная, что собака бегает, ищет кого-то, потому что он подбегал к машинам подъезжающим, заглядывал в машины, пытался как-то залезть. То есть он просто искал хозяина. Мы, конечно, не можем четко утверждать, но по поведению собаки было видно, что его просто выкинули. Мы не могли его оставить там, поэтому мы его просто забрали себе. Теперь он сидит у нас, ждет нового хозяина, который будет более ответственно подходить к своему делу. Как он отреагировал, когда вы впервые попытались завести его в вольер? Он отреагировал, в принципе, спокойно, но, опять же, он был еще в стрессовом состоянии. Он не совсем понимал, что с ним происходит. Он был напуган. Это как ребенок, который просто остался один посреди торгового зала. Сейчас, конечно, он немножечко пришел в себя, но все равно у него сохранилось такое небольшое, грубо говоря, недоверие к людям. Мы, конечно, будем стараться это изменить в лучшую сторону, но пока мы стараемся его лишний раз не беспокоить, чтобы он просто спокойненько приходил в себя и спокойно осмысливал то, что с ним случилось. На меня очень большое впечатление произвела ваша прекрасная Марго. По виду собачки, конечно, было видно, что прежние хозяева с ней обращались не очень хорошо, но больше всего поразило то, что собака, несмотря на такое отношение, не потеряла доверия к людям. Она так была рада, что ее выпустили из вольера, что ее, наконец-то, выпустили погулять. На самом деле, я думала, она меня укусит. Но она начала прыгать, она начала ластиться. Она вот столько доброты начала проявлять к человеку. Как вообще это происходит? Почему? Не знаю, мне кажется, если бы с людьми так обращались и до такого состояния их доводили, люди бы никогда не проявляли такой доброты, как собаки. Да, я с вами в этом плане полностью согласна, потому что большинство собак нам попадает не в лучшей форме. И Марго – это не исключение, но тоже знелюбие. Она до сих пор надеется на вот эту человеческую доброту, даже несмотря на то, как с ней обращались. Да, мы не знаем, как с ней обращались, но видно, что не очень хорошо просто по тому состоянию, какая она к нам поступила. Сейчас она, конечно, проходит у нас реабилитацию. Она постепенно приходит в свое нормальное состояние. Это дается нелегко, это не сразу. Так быстро не получится просто-напросто восстановить здоровье собаки. К тому же это уже не молодое животное. По ней видно, что она уже довольно среднего возраста. Ей уже как бы больше пяти лет, это точно. И в таком возрасте очень тяжело проходить именно восстановительные какие-то процедуры. Но она старается. И это жизнелюбие, которое она проявляет к людям и вообще ко всему живому, в принципе. Она прекрасно реагирует на собаку. На других животных мы не проверяли, у нас их нет. Но людей она просто обожает. И мы очень надеемся, что благодаря вашей передаче мы найдем для нее хозяина, который будет рад забрать собаку. Потому что ту любовь, которую она будет ему дарить, она ничем не измеришь. Да, было бы, конечно, очень здорово, если бы Марго попала в добрые руки. Да, это было бы замечательно. Вы говорили, что вы не принимаете щенков, так? Но они у вас все равно есть. Да, щенков мы не принимаем. Но все равно есть люди, которые пытаются переложить свои проблемы на плечи других людей. И если у них собачка вдруг незапланированно приносит им потомство, то они просто этих щенков выкидывают, подкидывают. Все равно какой термин не подбери, но это остается одно и то же. То есть они их просто-напросто подкидывают нам. Мы приходим на работу, а у нас перед дверью стоит подарочек в коробочке. Открываешь коробочку, а там щеночки маленькие. Мы, в свою очередь, мы не можем их выкинуть. Поэтому мы их оставляем себе. А когда щенок превращается в большую собаку, он ведь и места больше занимает, и питаться ему нужно больше. Да, это так. И это как бы никого не интересует. Это проблемы, они остаются, потому что выпустить таких животных мы не имеем права. То есть щенки, они непосредственно взрослеют у нас в пансионате. И они просто не приспособлены к дальнейшей жизни на улице. А содержать собаку пожизненно у нас просто нет возможности. Для них просто не хватит мест. А бывает такое, что люди приходят в пансионат и забирают животное домой? Да. В этом месяце довольно много людей стали приходить и брать себе нового любимца. Это взрослые собаки или те же щенки? Кого больше берут? А тут нет какой-то определенной статистики. То есть у всех разные потребности. Кто-то купил дом, и им нужна уже взрослая собака, чтобы она сразу охраняла. Кому-то просто некогда заниматься со щенками, и они берут непосредственно взрослое животное, потому что меньше проблем. А некоторые наоборот берут щеночков, потому что у них маленькие дети, и хотят, чтобы они вместе взрослели, чтобы они сами воспитывали. Берут у таких и таких. Все зависит от желания человека. То есть правильно я понимаю, к вам в пансионат можно прийти, взять собаку, уже привитую, простерилизованную и бесплатно? Да. Существует мнение, что беспородные собаки, дворняжки, лучше, чем породистые. Почему? Знаете, такие животные, как у нас, они проявляют намного больше любви к людям. Потому что практически все они прошли через предательство. В основном все они прошли через предательство. Я сейчас не говорю о щенках. Они маленькие, они попадают к нам, они не видели ничего другого, кроме жизни на улице. Но если люди забирают взрослое животное, которое до этого оно либо знало любовь хозяина, либо оно не знало любовь хозяина, но оно это помнит. И они постоянно, понимаете, они постоянно боятся, что их опять предадут. Они хотят показать себя всего, со своей самой лучшей стороны. То есть я самую лучшую, я тебя буду любить больше всех, я там, я вот такой, я все буду делать хорошо, пожалуйста, не бросай меня. Я сейчас сама расплачусь. Ля, не, я просто, честно говоря, у меня просто у самой собака, я его забрала 5 месяцев. И я просто, ну вот он такой. Вот он постоянно вот, я тебя люблю, я тебя лучше. Да, все. Вот. Многие зрители могут в противовес сказать, что вот собаки злые, собаки бездомные, собаки нападают на людей. Здесь действительно было много случаев зафиксировано, когда собака убивала человека, бездомная собака. Наш сегодняшний разговор с вами подводит к тому, что если бы люди следили за своими животными, если бы они заботились о них и не выкидывали своих питомцев на улицу, то не было бы, в принципе, бездомных собак. Если бы они их стерилизовали, если бы они не плодились, тогда бы и проблемы таковой не было. Тогда бы и не нужны были эти пансионаты, если бы люди ухаживали за своими животными. Как вы считаете? Да, это именно так. Потому что безнадзорные животные, бездомные животные, они не появляются ниоткуда. Это животные, которые выкинуты нами. Нами, людьми, недобросовестными людьми, которые просто не хотят заниматься, которым по какой-то причине подарили собаку, а она им не нужна. То есть там очень много вот этих аспектов и очень много этих нюансов. Но все равно в крайнем итоге мы сами виноваты. Почему мы просим людей, как бы советуем людям, чтобы они стерилизовали своих животных? Если вам не нужно потомство от животного, и вы не знаете, куда его деть, просто стерилизуйте. И у вас будет меньше проблем, и у нас будет меньше проблем, и у других людей окружающих, которые по каким-то причинам боятся собак. Ну, всякое бывает. Я знаю, да, там кто-то другой человек знает, что бежит собачка, и она, в принципе, не опасная. Но есть люди, которые... Дети. Есть дети, которые просто... Собака может напугать бездомная, дворовая, которая будет пробегать рядом. Есть люди, которые просто боятся собак изначально, которых когда-то покусала собака. Разные истории, разные как бы варианты. И чтобы этого избежать, мы должны сами приложить к этому какие-то усилия. Любой человек, у которого есть свое домашнее животное, и который заботится о благополучии других людей, своего животного, это его стерилизовать. Не нужно потом своих щенков выбрасывать, не нужно перекладывать свои проблемы на плечи других. Не нужно их подкидывать не нам, не нужно их подкидывать к магазинам, не нужно их подкидывать в частные секторы. Щенки, они не выживают в таких местах в любом случае. Насколько я знаю, у вас еще есть и другая проблема. Расскажите, кто такие собаки с сюрпризом? Собаки с сюрпризом, это как бы мы их так окрестили, негласно, это когда ты выезжаешь, например, на отлов, да, ловишь одну собаку, а пока она у тебя проходит карантин, ты потом обнаруживаешь, что через месяц у тебя их появляется немножечко больше. Немножечко больше, это 5 примерно, 6? 5, 6, 7, в зависимости от того, сколько у тебя деток появляется. И при этом вольеры-то они не бесконечные, не безграничные, число их ограничено. Да. И где-то этих щенков, которые, опять же, щенки приходят в пансионат, опять же, где-то их нужно содержать. Да, эта тема, она у нас всегда подымается и, я думаю, никогда не закончится. Нина, вы говорили, что иногда к вам приходят волонтеры и помогают в пансионате. Может быть, после нашей программы зрители тоже захотят оказать какую-то посильную помощь. Как это сделать? Мы очень давно сотрудничаем с волонтерской организацией «Пойдем домой». Они занимаются нашими собачками, они в свое свободное время приходят нам на пансионат, гуляют с ними, просто играют с ними, помогают нам их вычесывать, приносят игрушки всякие с собой. Потому что, ну, нашим питомцам скучно, мы не можем, к сожалению, уделить каждому внимания. И вот они нам помогают. Также два раза в год мы организуем совместно с «Пойдем домой». В основном они организуют, а мы просто предоставляем своих собак выставки раздачи. В парке Ленина то не проходит, весной была выставка раздачи. И мы планируем, если все будет хорошо, в октябре месяце еще сделать выставку раздачи бездомных животных. То есть лишняя игрушка и лишний корм никогда не будут лишними. У нас в гостях была Нина Лобанова, начальник пансионата по отлову и временному содержанию безнадзорных животных. Нина, спасибо большое за то, что согласились прийти к нам в гости и рассказать о своих питомцах. Спасибо большое за ваше приглашение. Было очень приятно. Берегите и любите своих питомцев. Никто не позаботится о них лучше, чем любящие хозяева. Ведь мы всегда в ответе за тех, кого приручили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова